Всем добрый день! Врауса салют репрезентации масс-медиа, которые остаются с автоном-примориес, салют тот, что-то сегодня, который не привез к онлайн. Врауса дискута с двух субъектами, которые, сон, Сигур Камбеля, сон, форти импортанты, он и есть и пор политик, че цени дей дичизя курти конституционали, кафост, с которым кандидат раманем пан лаворму, к даме Габрилица сал, к даме Турлиштиану, и второй субъект, очень важный, который стынет интересы на то, что болтение и на то, что течение Республика Молдова. Я думаю, что, дуаля, что многие репрезентанты масс-медиа уже мне сказали, что комментарии по старой моей, дуаля, что стынет дичизя курти конституционали, и экспликс по курт, что после этого трещим на другой субъект. Итак, обо всем по порядку. Значит, на данный момент на закрытом заседании конституционного суда обсуждается драфт решения, все-таки, чей кандидат на должность премьера у нас останется по факту. Вы все знаете, что Майя Санду повторно выдвинула госпожу Гаврилицы. Новое парламентское большинство социалистов Шор, Пентру Молдова, Пентру там, не знаю кто, выдвинули как бы госпожу Дорлиштяну. Был запрос в конституционный суд, является конституционным или не конституционным решением Майя Санду. Хочу вам сказать со всей ответственностью, что в драфте написано, что решение Майя Санду о повторном выдвижении Гаврилицы является не конституционным. Значит, поэтому очень рад почему-то больше всего Андрея Настаса и чуть-чуть, я так понимаю, Игорь Дадон, потому что все-таки мое мнение, я не являюсь экспертом в конституционном праве, но если согласно конституции президент, кандидатов премьера выдвигает президент, значит президент должен решать, хороший он или плохой. Решение конституционного суда вот 2015 или 2016 года, который был у него в кармане, когда Плохотнюк, напоминаю, всем хотел стать кандидатом премьера, и когда мы пошли даже на акции протеста, но в поддержку Тимофти, чтобы он не выдвигал Плохотнюка в премьера, напоминаю вам про этот день, значит, также было решение конституционного суда вот августа или сентября, когда был запрос господина Мутяна, депутата платформы, что президент как бы должен, обязан выдвинуть кандидатуру формального большинства, это формальное большинство на самом деле было создано на прошлой неделе, но в таком случае у меня вопрос, если конституционное, если формальное парламентское большинство выдвигает, определяет кто кандидат премьера, то зачем вообще тогда президент, как бы, то есть, сами бы его выдвинули, то есть, ну, тут, как бы, абсолютно две противоположные вещи. Значит, после того, как я написал в социальных сетях о том, что будет решение не в пользу Майя Сану, значит, я вижу, очень серьезный переполох начался, сегодня, чуть позже, значит, Конституционный суд выйдет с официальной позиции своей о том, что публичное заседание, открытое заседание будет в конце этой недели, либо в начале следующей, но еще раз говорю, что сейчас идет закрытое заседание, по процедуре сначала готовится драфт решения, потом проводится закрытое заседание, потом они, судьи, идут в комнату для премии, уже без телефонов там и так далее, то есть, где каждый, скажем так, высказывает свою позицию, то есть, вот это три этапа, которые они проходят сегодня, сегодня, попозже, Конституционный суд сам об этом скажет, но то, что в драфте решения четко указано, то, что сегодня выгодно некоторым политическим игрокам, это, как бы, безусловно, это, как бы, безусловно, значит, я бы сказывал неоднократно свою позицию на эту тему, поэтому мы все-таки подождем то, что они сегодня выйдут и скажут нам о том, что публичное заседание с приглашением всех участников они проведут в конце этой либо в начале следующей недели и дальше в зависимости от их решения я выскажу свою позицию. Тема сегодняшней пресс-конференции основная все-таки это то, что происходит у нас в Бельцах и происходит у нас во всей стране. Значит, у меня в руках вчерашнее решение национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья это постановление номер 45 от 15 февраля 2021 года. Есть пункты в этом решении которые противоречат здравому смыслу и какой-либо логике. Уже даже дети школьники я уже не говорю про студентов, про экономических агентов, про людей которые трудятся на благо нашего города и нашей страны о том, что значит что ковид у нас отсутствует только до 22 если мы будем говорить про регламент работ баров, ресторанов, пунктов общественного питания после 22 00 например появляется потому что в Германии когда я был сегодня Германия в локдауне но она либо работала полностью либо всех закрыли значит есть конкретные пункты давайте обо всем по порядку значит я себе отметил специально то что вызвало у меня недоумение я вам скажу какие меры я предпринял на эту тему и каковы варианты решения значит то что запрещается работать рестораном баром столовым кафе и так далее с 22 00 до 7 утра я про это уже высказался то есть я считаю что это сегодня создает одним экономическим агентам у которых есть крыша работать всю ночь и такие вещи у нас происходят по всей стране и владельцы некоторых заведений радуются говорят лучше бы ковид еще год бы продержался потому что у них такая выручка такая касса какой у них не было в истории страны значит и это ставит неравное положение других которые четко соблюдают этот регламент и закон что можно работать до 22 00 есть другой вариант у них один из вариантов чеки выбиваются до 22 00 ребят вы заказываете все потому что время без 5 10 мы должны пробить сейчас закрыть кассу а потом можно с тем что вы заказали сидеть до 2 часов ночи что является неправильным значит дальше пункт из пункта 7 под пункт 4.4 значит 50% на 50% должно быть заполнен должен быть заполнен общественный транспорт это это очень серьезная проблема сегодня утром видя что происходит на остановках общественного транспорта в троллейбусах автобусах маршрутках а скажите пожалуйста вы в комиссии что оставили полстраны дома что вот каким образом могут добираться дети в школу люди на работу если транспорт можно заполнить только на 50% вы же не выпустили страну по сменам там женщины например работают по понедельникам мужчины по вторникам то есть что людям сказать особенно нас в ближайшие дни ждет минус 15 минус 22 и люди просто ни в Кишиневе ни в Бельцах ни в других городах населенных пунктах страны нет возможности сегодня приобрести еще столько же троллейбусов автобуса или частникам закупить еще столько же маршруток потому что это сложная и нереализуемая задача на сегодняшний день значит дальше офф торговые центры закрываются по субботам и воскресеньям за исключением те где там есть продовольственные магазины например нет торговых центров и так далее уважаемые члены национальные комиссии мы проходили это если не ошибаюсь в мае или в июне прошлого года когда находясь в Германии и увидя как национальная комиссия на тот момент ограничила часы работы общественного транспорта вы помните все да что можно было в определенные часы утром и в определенные часы вечером я был против этого решения и бельские троллейбусы работали в обычном режиме потому что нам нужно быть доктором чтобы понять чем меньше транспорта значит тем больше скопления людей и в транспорте и на остановках в Киженеве поняли что это штанга через неделю или две они это сами отменили сегодня то что дальше указано что рынки работают только вторник четверг суббота чем меньше дней в неделю будут работать те же рынки значит все люди будут понимать что нужно идти на рынок во вторник потому что в понедельник среду не работает и вы просто сгоняйте туда этим бестолковым решением еще больше людей значит следующий пункт значит то можно значит работы кинотеатров запрещены но если мы проводим например концерт и зал и зале могут находиться 500 зал имеет наличие 500 мест ну как например наш Бельский там и ДК и театр Василия Александрович то можно проводить мероприятия на 250 человек в то же самое время нельзя собираться на торжества группой более 20 человек то есть вы понимаете то есть какой-то какой-то полный абсурд то есть вот там можно 250 то только 20 я хочу сказать что наш рынок Байдукова и так бедные люди жалуются что меньше людей как обычно приезжали на праздники с деньгами там из диаспоры которые делали закупки перед Новым Годом как это происходит перед Пасхой родительским днем когда готовят детей в школу у нас там нет скопления людей даже в рабочие дни а если сегодня устроить этот дурдом то туда практически никто ходить не будет скажите пожалуйста я не хочу сейчас ни в коем случае обидеть владельцев крупных крупных сетевиков вы знаете что у нас в Бельцах например есть и метро и Кауфланд и Линелла а чем там условия лучше чем на рынке на рынке есть воздух там ветер там снег ну то есть вот это решение которое предлагает комиссия не более одного человека на 4 квадратных метра я вам скажу оно еще и плохое потому что мы например в Бельцах магазин метра где более 4 тысяч квадратных метров магазин Кауфланд где более 4 тысяч квадратных метров мы им разрешили по 250 человек то есть по решению этой комиссии если мы даже берем 50 процентов площади свободной 2250 метров как например метра делим на 4 квадрата это туда можно запустить одновременно 550 человек вы представляете себе что будет в этих кассах если там будет 550 человек одновременно сегодня гораздо безопасней и на центральном рынке и на рынке на северном вокзале и на Байдуков далее они указывают что коммерчески могут работать сельскохозяйственные рынки продовольственные а у нас рынок и центральный рынок на северном вокзале это рынки со смежной деятельностью то есть там есть и продукты питания и какие-то вещи так же как сегодня и в магазине метра там так же полмагазина хвостовара полмагазина то есть ребят давайте всех ставить в разные условия нельзя сегодня ущемлять простых людей которые и так не могут погрязли в кредитах в ипотеках залезли в долги у родственников чтобы как-то выжить давайте сейчас их еще сделаем сумасшедшим и самый мой главный аргумент касаемо муниципия Бельц я каждый день наблюдаю за статистикой сколько случаев ковида в Бельцах и во всей стране значит у меня таблица выборка за значит за январь и февраль этого года и цифра за весь год значит Бельцах за весь период с тех пор как появился у нас ковид в марте прошлого года значит у нас 6 тысяч случаев значит я смотрю статистику за предыдущие дни значит 3 человека в день 7 да были дни некоторые дни как например 17 случаев 26-29 это был рекорд в феврале значит в январе был один день 36 рекорд но среднее количество заболеваемых Бельцах 13 человек в сутки то есть если сегодня намного хуже эпидемиологическая ситуация других населенных пунктов не буду приводить примеры почему сегодня решением этой комиссии всех как бы строят в общий ряд и там где 150 человек в сутки может Бельце второй город в стране 13 человек в сутки поверьте мне эта цифра как бы одна из лучших в стране в результате всего этого анализа консультации со специалистами я позвонил и попросил секретаря соединить меня с исполняющим обязанностей премьер-министра господина Чукой я переговорил с ним дал ему все аргументы и всю информацию указывающую на то что невозможно сегодня искать отсутствие ковида до 22.00 в барах и ресторанах а после 22 часов он почему-то срочно появляется невозможно когда одни работают столько сколько хотят а те которые соблюдают закон в 22 часа реально закрывается и касаемо ограничений в общественном транспорте касаемо ограничений на рынках значит я попросил предложил свое решение чтобы каждый район в стране у нас есть столица Кишинев есть в муниципе Бельца значит есть районы по всей стране везде есть районные комиссии где также есть врачи специалисты и каждый район должен индивидуально принимать решения зависимость от эпидемиологической ситуации потому что есть примары которые борются и у которых есть хорошие показатели в хорошем смысле слова и почему-то сегодня мы должны вот сегодня все закрыть сделать людей сумасшедшими опять суббота воскресенье все закрыть столпотворение в определенные дни на рынках то есть рынок сельхозпродукции опять там ковида получаться не будет а будет он только на центральном рынке и на Байдуково на Сбельцах и частично на Северном вокзале это бред сегодня мы потратили огромные деньги в течение прошлого года на борьбу с ковидом значит было потрачено более 10 миллионов лей в Сибельцах с муниципального бюджета порядка трех миллионов или четырех даже миллионов лей я потрачил из своих личных средств то есть сегодня пожалуйста я не хочу ни в коем случае претендовать на должность уляка доктора уляка врача там уляка специалиста но есть абсолютно логические вопросы которые возникают и возникают они не у меня а у всех граждан страны господин Чикой мне сказал что следующее ближайшее заседание национальной комиссии будет в четверг значит он предложит на заседание национальной комиссии то есть я выскажу все ваши аргументы они абсолютно логичны потому что если местные комиссии имеют право ужесточать условия но они не могут их облегчать это тоже как-то игра в одни ворота то есть вот в одни дополнительные ограничения мы можем а аннулировать некоторые на национальном уровне мы не можем поэтому чтобы не возникала ситуация как возникло в прошлом году когда бельцы решение бельской комиссии были открыты рынки ездили троллейбусы в том числе в выходные дни и ездили по обычному графику в принципе не только в выходные дни а всю неделю значит я очень прошу национальную комиссию меня услышать я обращаюсь ко всем примарам нашей страны ребят у нас у всех с вами одинаковые проблемы меня избрали бельчане вас жители ваших населенных пунктов для того чтобы мы помогали им с решением тех или иных проблем а не для того чтобы их увеличивать потому что понятно Кишинев далеко я понимаю что сегодня у нас тяжелейшая ситуация в области здравоохранения у нас практически убита в стране мы все убедились есть система здравоохранения как и система образования это тоже нужно признать и говорить об этом людям открыто но это не значит что по общей цифре раз 1200 случаев по всей стране вчера не помню сколько конкретно цифру позавчера взять под это принять одно решение для всех когда у нас 14 февраля было съем 15-го вчера было 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 4 было 4 случая слава богу количество умирающих людей от этой ужасной инфекции уменьшается а самое главное еще раз говорю цифра за январь декабрь 29 февраля 13 человек в сутки то есть у нас ничего не поменялось так почему же сегодня как минимум Бельца я уверен таких населенных пунктов очень много где нужно людей делать сумасшедшими опять уходить какие-то ограничения у немцев было все открыто сегодня там локдаун мне говорил сегодня господин Чикой что специалисты говорили вообще страну закрыть общий локдаун послушайте уже за этот год можно было один раз уйти в локдаун но когда никто не передвигается кроме похода в аптеку и в магазин и за месяц мы это прошли чем вот каждый месяц у нас появляются какие-то новые ограничения многие из которых звучат как минимум как минимум стран мы ждем Мы ждем, что будет выбирать комиссию национальной национальной санитет. Я желаю, я хочу, чтобы это будет правильный выбор. Я не хочу выбирать выбор в Луи или в Муниципе. Но будет правильный выбор для всех этих городов. Добавил субтитры Алексею Дубровскому 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 Причем этим занялся Центр по борьбе с коррупцией. То есть вот все структуры, то есть все проблемы они решили, вот Центр по борьбе с коррупцией занялся именно этим. Значит, я говорил со многими коллегами сегодня, где многие люди просто боятся, что вот их опять будут вызывать, допрашивать и так далее. То есть потому что, но в данном случае я не могу подставлять сегодня сотрудников примарей, но я сегодня встану на сторону граждан страны, которых у нас, поверьте, наберется и в Бельцах, и по всей стране, думаю, процентов 90, если не 99, согласно с теми предложениями, которые я делал. И у нас есть, могут быть другие формы протеста, да, то есть может быть перекроем дороги на часок, да, то есть для того, чтобы их разбудить. Мы же не просим чего-то специального для Рената Лусатова или для Бельц, потому что это проблема, то, что я вам озвучил, это проблема во всей стране, понимаете. Да, сегодня у нас временное правительство. Игорь, когда до Дону уходил, после того, как проиграл президентский выбор, оставил нам эту гранату, попросили всех госсекретарей уволиться и так далее, чтобы довести ситуацию до того, до чего они довели сегодня. Но я еще раз говорю, скажите, пожалуйста, вот вы журналисты, у вас так же, как и у меня, нет медицинского образования. Скажите, что нелогичного, или пусть они аргументируют свое решение для граждан страны, не для Рената Лусатова отдельно, что вот мы считаем, что рынки должны работать 4-3 дня в неделю, потому что, и вот пусть, вот у меня аргумент другой только, что чем меньше дней в неделю работают, тем больше будет там скопление людей. Вот у меня есть аргумент, но когда выносятся такие решения, было бы правильно, что под каждым пунктом, вот пункт 1, прогреть до 15 апреля 2021 года и так далее, на всей территории могут. Что и экспликать, вот просто, нате вам, идите работайте, ну так нельзя, то есть эту практику нужно прекращать, потому что, поверьте, если бы это была аргументированная позиция, ни у кого не было бы возмущений. Но сегодня аргументов нет. И еще раз говорю, главная проблема, с которой я благодарен господину Чикоя, что он согласился с моим мнением, где я ему говорю, послушайте, нельзя равнять все города и села в стране под одно решение, если эпидемиологическая ситуация абсолютно разная, понимаете? То есть кто-то тратил деньги на борьбу с коронавирусом, возможно у них больше проблем. А если мы в Бельцах на это тратили больше средств и у нас лучший результат, то почему мы сегодня должны быть закрытыми вместе с другими населенными пунктами? Вот и вся ситуация. Нет вопросов, Николай? Нет вопросов, Николай? Хорошо, я тогда вас буду держать в курсе, как будут происходить дела, как будут обстоят дела, но еще раз, я очень надеюсь, что мы будем услышаны, потому что то, что я озвучил сегодня, то, что я обсуждал с господином Чикоя, является важным абсолютно для всех граждан страны. Неважно, живут они в столице, в Бельцах или в других городах и селах. Но еще раз говорю, чем быстрее мы перестанем бороться с коронавирусом и искать ковид только в определенное время суток, тем быстрее мы к чему-то придем. Потому что либо набрали мужество, закрыли на месяц, но не так, что пробки в городе и переполненные улицы, понимаете? И страны через это прошли. А вот то, что ковид у нас только с 22.00 до 7 утра и так далее, понимаете? Это моя позиция, она очень аргументированная, я знаю, что многие граждане страны с ней согласны. Хорошо, всем тогда большое спасибо. На связи, если ничего важного не произойдет, переговорим в четверг, если будут какие-то другие важные события и в Бельцах, и во всей стране. Увидимся раньше. Всем большое спасибо, хорошего дня.